Павел Николаевич, новая угроза оптимизации нависла над жителями совхоза имени Ленина. Негативные последствия вмешательства в социальную сферу мы уже ощутили в связи с деятельностью УМБУК, Центр культуры. Теперь это может затронуть и медицину? Расскажите об этом. Что может ожидать жителей нашего совхоза? Ну, кстати, вот видите, год через полтора месяца будет год, как они тут начали хозяйничать. Мы уже окончательно бренков убрали. Не только Центр культуры, который теперь управляется каким-то помощником депутата Саблина. Видите, что происходит в школе. Жена Рейдера теперь управляет. Что там творится вообще? И то, что происходит по территории после того, как не передали управляющую компанию, старый поселок, который муниципальные службы решили сами чистить и убирать. И видно сразу, на что они способны и что они могут сделать. А теперь пришла еще одна проблема. Почему она была, кстати? Попытки объединить все учреждения здравоохранения, в том числе поликлинику совхоза Ленина, амбулаторию совхоза Ленина, под эгидой Винницкой городской больницы, это уже было. И первый раз нас услышали, была такая министра Суслонова, я к ней ездил на прием. И после этого единственное учреждение в Ленинском районе, тогда, теперь в городском оборудовании, стало автономным, это поликлиника совхоза Ленина. И поэтому мы более-менее, как это, не почувствовали, вот, кстати, не почувствовали изменений к худшему. И вот эта вот ситуация с ковидом показала, что наша амбулатория справлялась с ним гораздо лучше, чем другие учреждения. Как правило, вот это вот объединение, присоединение ведет к смене руководства, к ухудшению обслуживания. Ну, надо сказать, что сейчас поменялось руководство Винницкой городской больницы, там удается многое сделать, в лучшую сторону, они, конечно, стали гораздо лучше работать, чем при Барсуке. Но все равно проблемы, когда ты сам хозяин, сам принимаешь решения, и проблемы, когда там начальник наверху, который иногда просто не знает ситуации на территории, не может быстро реагировать, это, конечно, проблема, которая касается и поселения, и в том числе управления здравоохранения. Что на самом деле нас ожидает? Конечно, мы говорим, что, слушайте, давайте так оставьте нас в покое. Мы действительно получаем небольшую арендную плату, она гораздо ниже, чем могла бы быть, если бы была какая-то коммерческая структура, но мы понимаем, что это наша поликлиника, мы должны ее содержать. Поэтому мы все время в убытке, только амортизация под бухгалтерией, это 5 миллионов 200, по-моему, а получаем арендную плату на 4 800, то есть это минимум. Причем мы очень много денег тратим для того, чтобы поддерживать поликлинику в нормальном состоянии. Но финансирование в Московской области такое низкое, и подушевое финансирование, это жерноканальное финансирование через так называемый ФОМС, что им не хватает денег даже на зарплату. А министерство, которое является учредителем учреждения автономного, оно не хочет вообще слышать ни о чем. И говорит, что оказывайте платные услуги. Мы категорически против платных услуг, поэтому у нас тут все бесплатно, но одновременно с этим поликлиники должны каким-то образом выживать. Мы ежегодно тратили, помимо того, что мы низкую аренную плату ставили, еще что-то, до 10 миллионов рублей на поддержку поликлиники. И готовы тратить эти деньги и дальше, если нам оставят автономное учреждение. Если же нет, то вариантов три. Это либо попытаться передать поликлинику в Москву, у нас были такие предварительные договоренности года два назад, но потом человек, который этим занимался, к сожалению, ушел на повышение, и мы не смогли этого сделать в Москве. Второй вариант, который можно рассматривать, это частное учреждение. Ну да, оно будет точно так же оказывать услуги бесплатно через ФОМС, так называемый, федеральное ОМС. Но в этом случае, да, действительно придется вводить какие-то частные, ну, скажем так, платные, потому что частник в любом случае будет пытаться что-то сделать. Ну и третий вариант, скажем так, отдать поликлинику введение в Московскую область, то есть введение в Лидовской городской больнице, и будет сделано то же самое, что в других территориях. То есть это не финансирование, это, ну, конечно, появится больше народу, введут все, и откуда ни возьмите, потому что ситуация вот с генпланом, помните наш разговор, а как повлияет генплан на развитие, на жизнь? А вот представьте себе, что в пригороде Лиснова и в Новомолоков до сих пор нет поликлиники. Просто ее не существует, потому что власть дает разрешение строительства домов, но забывает о том, что нужно строить в том числе и поликлиники, и больницы, и поэтому, а где вы, вот район увеличился в разы уже в населении, но, несмотря на это, одна детская поликлиника существует. Она говорит, не одна, ну, если можно только в Южном Бутово построена новая поликлиника, да и то она не отвечает тем нормам. А везде, где застройка сумасшедшая, нет поликлиник. Мы построили поликлинику сначала, а потом начали застройку. А эти ребята начали строить дома и все остальное, а поликлиники, детские сады и школы, они не строят. И меня спрашивают сейчас, что вы злитесь на губернатора? А именно он теперь взял строительство в свои руки, он принимает решение, что в первую очередь строит. В результате вот мы так живем. Без дорог, без поликлиник, без больницы, без всего остального. Поэтому, честно, уверенности в том, что если даже, они там обещают горы золотые, что мы там начнем финансирование через Винновскую городскую больницу, нет. Я точно знаю, что, ну, может быть, там сейчас у них кредиторка меньше, или вообще ее нет. Но до этого была кредиторка больше 100 миллионов рублей. И если у них на себя денег не хватает, объединение двух нищих не приведет к богатству здравоохранения. Соответственно, не приведет и к тому, что людям станет легче жить. Пока мы отплачиваем счета нашей поликлиники, амбулатории, пока мы оказываем всякую помощь, снижаем аренную плату, пытаемся как-то решить вопрос оплаты коммунальных услуг, выделяем машины. Мы много что делаем, что видят люди для поликлиники, ну, и фактически для людей. Что будет дальше, пока не знаю, но надежда, что здравый смысл возобладает, пока есть. Мы дали свои заключения, сказали, что не нужно ничего менять, вот как жили, так и будем жить. А дальше будем смотреть. Просто перед нами такой неудачный опыт, когда мы, например, пять месяцев уговарили районную администрацию заключить договор на аренду Дворца культуры, а потом они довели ситуацию до абсурда, мы сказали, ну, хорошо, если не хотите, не надо. После этого стали бегать, нас обвинять и еще и захватывать. Как бы это ни случилось с поликлиниками, потому что они ничего не вменяемые, ничего не хотят делать, но одновременно хотят, чтобы все было бесплатно, и еще хотят, чтобы у них был имидж чуткой власти. Какая же это чуткая власть? Продолжение следует...